здравствуйте друзья еду я с утричка на работу вот второй день уже мы работаем после нового года и началось так круто потому что в первый же день вот вчера вечером правда начался онлайн класс это довольно прилично народу там под собралось там где-то человек 200 но они после третьего урока должны определиться сколько там кто остается потому что когда он остается он должен деньги заплатить так вот после третьего урока и будет меньше обычно треть посмотрев на это дело значит решает что они не участвуют вот а две трети останутся посмотрим сколько будет в принципе когда ты в онлайном классе когда ты заходишь в онлайновый класс тут неважно там пять человек или там 2500 ты в принципе делаешь примерно то же самое вот это конечно когда пять человек можно гораздо больше интерактивности такой все позволит но не суть ну скажем 50 или 250 уже без разницы и так круто все началось и я им вот эту хохмочку я напомню значит про пять категорий студентов у меня было так было такое исследование произвел и мы разделили всех студентов на пять категорий значит категория партнер то есть человек который охотно добровольно с энтузиазмом берет на себя ту часть которая ему прописано хорош человек хорош человек это по настроению тот же партнер но по возможностям он слабее то есть у него может с языком быть не так здорово он может быть с какой-то застенчивый он может быть ну я не знаю такой без технического бэкграунда его сложнее дается материал но но в общем то он не отказывается делать то что он должен делать он старается то есть и из первыми со вторыми очень легко и приятно работать третья категория это но вот я по-английски это называют jellyfish то есть медуза а по-русски я это называю ни рыба ни мясо ни рыба ни мясо не мотивировано а ему все пофигу вот но его прислали вот он он сидит но скажем муж жену загнал вот она сидит но чё же она ей сказали она сидит но а чё она чё ты от нее хочешь она же сидит вот ей же сказали ночью такого плана такие безинициативные люди которые вот если не отведут на работу она будет сидеть вот если допустим работа кончится она не будет искать другую она опять будет сидеть может ее отведут куда еще она тогда тоже будет ходить туда такая вот ну да четвертая категория эта категория такая даже нельзя как сказать но вот паразитирующая такая категория вы вы знаете много таких людей они никогда не делают то что должны делать и вся их жизнь сводится к тому чтобы доказать что то что они делают должны были делать и не сделали бессмысленно было вообще это делать ну потому что кто-то против них потому что все не по-честному потому что по-честному не получится и какой смысл вообще это делать они очень негативные и все должны Им все обязаны Любая неудача это результат чьих-то происков И никогда не их собственные Ну и так далее Вы можете себе представить успешность этой категории И пятая категория Это такие люди Которые сам себе голова То есть он не приходит учиться А он говорит Вот у меня есть некий план И в этом плане я отвожу какую-то роль Вот этой школе Вот например я там Приду и Здесь я получу интерншип Зачем ему интерншип? У него есть какой-то свой план Проблема вот этого сам себе голова Состоит в том что он некомпетентен Как правило катастрофически некомпетентен В том за что берется И поэтому план его как бы обречен С самого начала И вот он не работает И с ним очень трудно потому что он не кооперируется И он ничего сделать нельзя В общем пять категорий Вы догадываетесь что первые две Такие очень желанные Остальные Как бы просто малоуспешные А им же в онлайн классе Нужно определиться Оставаться не оставаться Вот как И я им Первый раз я это делал в онлайн классе Я им рассказал про эти пять категорий И так провокационно спрашиваю Вот кто из вас Значит к какой категории относится А я их еще пронумеровал Во время значит разговора И говорю Вот первый, второй, третий, четвертый, пятый Вот вы кто? И абсолютно С редкими исключениями Оказалось что все первые Или второй категории Значит там был Было пару человек Которые сказали Что они вот там не рывни мяса Один кто-то сказал Что он сам себе голова Там пару человек сказали Что они вот такие негативные Вот И там даже такой обмен Между студентами возник Один Видимо они знакомы Где-то по жизни И один говорит А почему ты решил Что ты партнер? Говорит Партнер Что 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 дает тебе такие основания думать? Тот говорит Ну если я не партнер Он говорит То что же я вообще тогда В этом классе делаю? Что же это вообще пришел-то Тут Просто деньги потратить? Вот Ну в общем Такая интересная мулька И Я им говорю Вот смотрите Каждый раз Когда вы будете решение принимать Там скажем Делать задание домашнее Прямо сейчас Или делать потом Или вообще не делать Вот Вы спросите себя Вот Какой категории Это решение Да? Или ты партнер? Или ты Не рыбни мяса? Или ты вот такой Негативный Старичок Которому все виноваты За то что ты не сделаешь Домашнее задание Вот это на самом деле Инструмент такой Вот я впервые Это попробовал В онлайном классе Посмотрим что получится Но надо как-то было Их мотивировать И Чего еще А завтра Вот смотрите как Во вторник Первый день мы вышли Начался онлайновый класс А завтра Начнется группа Фуллтайм У меня В отношении этой группы Серьезные планы По их Видеодокументированию Потому что Что-то у нас студенты Стали отлынивать От того Чтобы рассказывать Свои замечательные истории Включая Что вообще Недопустимо Симпатичных девчонок Которые прячутся От камеры Друзья Вы сами Это вот чувствуете Что это неправильно Вот И я чувствую А они прячутся Поэтому Вот завтра Придет группа И пока они тепленькие Значит мы будем их Вам показывать Так Смотри Прямо это Поперло Да С утра то Ой Так вот Раз и местечко есть Хорошо Так Ну давайте я Развернусь Вот бибикает Че ты бибикаешь Господи Ну Все же свои Тут Я сейчас в куст въеду Что ли Или в здание Нет Формально Формально Система Относится К исполнению Своих Обязанностей Там куст Давай бибикать Все Друзья Пойду Работать Работать Вот Не жужжать Не чирикать А Трудиться Счастливо